Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! И мы сегодня выпекаем очень вкусный пирог. Пирог подсолнух, пирог с солнышком, с фаршем, с луком, с моцареллой. Пирог просто объедение. Готовьте на здоровье! Для теста нам нужны будут следующие продукты. 300 граммов муки, 150 миллилитров тёплого молока, 1 яйцо, 18 граммов свежих дрожжей или 6 граммов сухих дрожжей, 50 граммов мягкого сливочного масла, 1 чайная ложка соли и 1 столовая ложка сахара. Сначала приготовим опару. Выливаем тёплое молочко, не горячее. Добавляем сахар, добавляем свежие дрожжи и добавляем 3 столовые ложки муки от общего количества. И всё хорошенько перемешиваем. Опару оставляем в тепле на 15 минут до увеличения в объёме. Тем самым мы проверим качество наших дрожжей. Опара увеличилась в объёме. Теперь я уже добавляю 1 яйцо. Всё хорошенько перемешиваю. Теперь добавляю сливочное мягкое масло, соль. И постепенно добавляем частями муку и замешиваем тесто. Сначала я делаю это силиконовой лопаточкой, а потом вручную. Тесто долго не вымешиваем до однородности. Муку всё сразу в тесто не добавляйте. Потому что, знаете, мука у всех разная. Размер яиц тоже разный, что немаловажно. Возможно, вы с какой-то ошибкой можете отмерить количество молока. Чуть больше или чуть меньше. Поэтому замешиваем тесто вот уже и понемножку добавляем. Тесто должно быть мягким. Оно не должно прилипать к рукам. Вот где-то 1 столовая ложечка у меня останется муки на подпыл. И в конце я добавляю по традиции 1 столовую ложку растительного масла. Добавила. И вот так, видите, ещё раз перемешала. Тесто накрываем пищевой плёнкой или полотенцем. И оставляем в тепле на 1 час. Тесто мягкое, не прилипает к рукам. Столовая ложка муки осталась на подпыл. Всё готово. Пока тесто наше поднимается, мы приготовим начинку. Для неё мне нужны будут следующие продукты. 300 граммов фарша, у меня куриный фарш. 1 луковица, соль, специи, перец. Добавляем по вкусу. И 300 граммов сыра моцареллы. Сейчас быстренько приготовим начинку. Потому что нам нужно, чтобы она остыла до комнатной температуры. Начинку в пирог мы обязательно кладём остывшую комнатной температуры. Сейчас нарезаем лук. Разогреваю сковороду с растительным маслом. И сейчас быстренько приготовим всё. Разогреваю сковороду с растительным маслом немножко. Выкладываем лучок. Немножко обжариваем лучок. Слегка подрумянили лук. Не нужно, чтобы он горел. Добавляем куриный пирог. Вернее, куриный пирог. И теперь обжариваем всё вместе. Теперь добавляем специи. На ваш выбор. И хорошенько перемешиваем. Вот, в принципе, начинка готова. А теперь даём ей полностью остыть. Не нужно пережаривать куриное теле. У меня всё теле и теле. У меня фарш. Я как обычно. Про моцареллу тоже не забываем. Натираем на крупной тёрке. Начинка остыла. Смотрите, вот немножко моцареллы я добавляю именно к мясной начинке. Это будет серединкой нашего пирога. Вот, отлично. Моцарелла хорошо скрепляет между собой фарш. И будет держаться вместе при разрезе пирога. Поэтому обязательно стоит немного добавить. Обожаю эту начинку. У меня приправа хмели-сунели прекрасно подходит. Тесто наше готово. Посыпаем стол. Остатками муки. Выкладываем сюда тесто. И разделяем на две части. И сейчас будем раскатывать каждую половинку теста вкруг. Тут ещё муки немножко осталось. Всё. Берём скалку и раскатываем. Каждый кусочек теста вот так раскатала вкруг. Теперь смотрите дальше. Первый кружочек выкладываем на противень. Я его застелила пергаментной бумагой. И вот немножко ещё вот так подправила руками. Ничего лишнего. Так, теперь выкладываем начинку. Вот впервые в жизни я сделала так много начинки. Девочки, буду выкладывать половину мясной начинки. Потому что пирог у меня будет не очень большой. А вторую половину использую. Куплю лаваш, наверное. А возможно завтра приготовлю ещё один такой. Пирог. Ну, осталась начинка. Вот мясная половина осталась. Отварю макароны и добавлю. Будет очень вкусно. Дальше по краю выкладываем моцареллу. Я почему-то подумала, что у меня будет огромный пирог подсохных. Просто надо было сделать немного больше теста. Ну, ладно. Объедаться не будем. Хорошенько вот так выкладываем. Моцарелла это очень вкусный сыр. Обожаю его в выпечке. Просто обожаю. Так, хорошо. Дальше берём вторую половину теста и накрываем. Немножко пальцами разорвала. Так, накрыли. Но это ещё не всё. Берём какую-то тарелочку. Вот, по форме. Вот, отлично, отлично. Воздух выпускаем. И защипываем края. Ну и соответственно мы придаём пирогу такую круглую форму. Этот пирог, ну, объедение, я вам скажу честно. От него невозможно отказаться, оторваться. Вот ты его ешь и ещё хочется есть. Теперь я беру свой пластиковый нож. И я думаю, вы уже догадались. Вот так разрезаю на сектора. Здесь и бортики вкусные, и серединка вкусная. Ну, я говорю, невозможно отказаться от такого пирога. И вот так берём и сейчас разрезаем. Обязательно нужно оставить этот пирог на расстойку. Надолго не оставляю. Минут 15. Так, а теперь смотрите. Вы можете оставить так. А можете немножко как-то изменить форму. Я изменяю. Вот, мне нравится. Вот так, смотрите. Так, только стараемся поворачивать в одну сторону, чтобы не сбиться. Потом вот. Поворачиваем в одну сторону. Получается действительно, даже пирог подсолнух, пирог солнышка, кто как придумает. И после этого мы пирог оставляем на расстойку на 15 минут. После расстойки смазываем наш пирог яйцом. Вы посмотрите, какой он красивый, правда? Сверху посыпем семенами кунжута. Ну что, скажите, что напоминает? Подсолнух или солнышко всё-таки? Здесь получаются будут и сырные кусочки, и начинка с мясом и сыром. Универсальный пирог. Я рекомендую вам приготовить. По-моему, я похожий готовила. Только немножко другая начинка. И форма другой была. Со всех сторон смазываю. Духовочку включила разогреваться. Посыпаем семенами кунжута. Я посыпаю белым и чёрным в перемешку. И подготовленный пирог мы ставим в разогретую духовку на 180 градусов, на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Желаю всем удачной выпечки! Вы посмотрите, какой красивый, румяный и очень аппетитный пирог. Выпекался в духовке 25 минут. Аромат непередаваемый. Будем скоро пробовать. Не могу удержаться, а хочу отломать ломтик. Кусочек. Ох ты мой! Тесто воздушное. Как вкусно! Мягкий-мягкий. Еще тепленький. Хочу дойти до мясной начинки. Конечно, такой тоненький ломтик. Главное, не переедать. Вот то, что я вам говорила. Начинка держится. Ммм... Бог тому! Как же это вкусно! Нужно повторить. За кадром я уже попробовала. Это безумно вкусный пирог. Сейчас себе небольшой кусочек отрежу. Девочки, ну вас что? Выпекайте. Это очень вкусно. Он такой нежный, мягкий. Начинка. Восхитительно! Всем рекомендую! С вами была Ира и канал Готовим с любовью. До новых встреч! Пока-пока! Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь моими видео с друзьями. Выпекайте вместе со мной! Чем больше лука начинка, тем вкуснее. Превосходно! 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 Превосходно!